Музыканты, как известно, натуру утонченные и нежные, однако тонкие пальчики не повод отказываться от уборки, ведь люди данной профессии любят, когда все вокруг прекрасно. Так, а что делать с инструментами? Вот сейчас все как надо. Сотрудники детской музыкальной школы прекрасно умеют совмещать уроки в музыке и труда, а потому с удовольствием приняли участие в нашей экологической акции «Чисто тут». Ну вот я смотрю, белится дерево. Для чего вообще? С какой целью? Чтобы город был чистый и красивый. То есть вы за чистый город? Обязательно. А у нас еще один сотрудник музыкальной школы белит бордюры, чтобы все было красиво и эстетично. Тяжелая работа? Да нет, я бы не сказала. Главное, чтобы было чисто тут. То есть что легче, преподавать или красить? Везде нужно находить свои плюсы. С каждой минутой территорию, которую убирают сотрудники музыкальной школы номер один, становится все чище и красивее. Сейчас узнаем, почему же все-таки они решили принять участие в нашей акции. Здравствуйте. Я смотрю, ведро уже почти пустое, уже докрашиваете. Почему решили принять участие в акции «Чисто тут»? Призываю вообще нижнеканцев принять в этой акции «Чисто тут», потому что после таких прекрасных субботников город преображается, становится чистым, интересным и легко дышать всем. Ну и настроение, наверное, поднимается. Настроение, конечно, отлично. Как сказал один умный человек, талантливый человек талантлив во всем. И наши героини тому доказательства. И метут, и красят, и собирают листья тщательно и аккуратно. А пока все работали, я решила проверить, насколько я талантлива в игре на скрипке. Паганини, наверное, в гробу перевернулся. Хорошо еще, что ученики первой музыкальной школы не слышали то, как я мучила инструмент, а точнее пыталась разбилить его надвое. Зато без сомнений можно сказать, что акция «Чисто тут» помогла городу стать чище. Скажите, пожалуйста, вот глядя на территорию, которую здесь находятся, вам кажется, что здесь чисто, грязно или, ну, еще надо немножечко приложить усилия? Мне кажется, здесь очень чисто и персонал очень хорошо тут следить за территорией. А вы сами принимаете участие в субботниках? По мере возможности. Просто по субботам я тоже работаю. Скажите, пожалуйста, наш город становится чище с каждым днем, как вы думаете? Хорошо. Да, становится. То есть вот здесь вот конкретно, если здесь посмотреть, вам все нравится, все чисто? Очень чисто. Не те годы. Те годы хуже было. Да? Да. Сейчас красиво, можно с детьми сюда прийти, с внуками, погулять. И все, как говорится, пожилые люди, они сюда ходят, и молодежь, музыка играет здесь. Вам нравится, как в город выбирается? Чисто, не чисто? Да, мне нравится. Особенно в парках. Особенно в парках? Да. А вы сами выбираете где-нибудь? Да, я в территорию убиралась в колледж. Взрослые, конечно, могут сказать, что в городе чисто и так далее, но только дети могут сказать правду. И сейчас мы узнаем, как же у нас в городе, чисто или грязно. Эвелин, скажи, как тебе кажется, в городе у нас чисто или грязно? Чисто. Чисто? Везде чисто? Да. Вот здесь, вот на этой территории все хорошо? Да. А ты сама подметаешь, вот на улицу выходишь, помогаешь кому-нибудь убирать с наш город? Да. Никто не сомневался, что участники нашей акции так же легко справятся с мусором, как и с нотной грамотой. Эстетика и красота точно по их части. Мы закончили убираться около музыкальной школы номер один, и так закончили хорошо, что здесь даже белые кролики появились. Сотрудники детской музыкальной школы номер один присоединились к нашей экологической акции, и сейчас они смело могут спеть. Чисто тут, чисто тут. Чисто тут, чисто тут, чисто тут. Спешите стать участниками нашей зеленой акции. Для этого нужно лишь составить заявку на нашем официальном сайте ntr24.ru или по телефону 40 07 70. Мы поможем сделать наш город чище. Мы отправляем наш зеленый самолетик нашим нижнекамцам, чтобы все приняли участие в акции «Чисто тут». У-у-у-у!